Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю выкладывать игры с моего ФФА-турнира. Отборочные игры, предварительные, ну, как угодно их можно назвать. Естественно, не все, а только те, в которых я сам играю. И это вторая игра. Тут мне досталась Индия. Играл я против Егора Цыканова, который играл за иракезов. An Awesome Wave, который играл за японцев. Ванидзе, который играл за Голландию. Это Дарвила, который играл за Грецию. И Русса, который играл за Сиам. Как всегда, игра будет разбита на серии, потому что она долгой получилась. Карта Пангея, партия на 6 человек. И еще раз вас спрошу, не оскорблять участников и не писать в комментариях бессодержательных спойлеров. Бессодержательные — это те, которые просто рассказывают, что произошло в видео. Без обсуждения, без предложения альтернативы. И прочее, прочее. На этом все. Приятного вам просмотра. В общем, выбор у меня был Индия, Карфаген, Ассирия. За Карфаген у меня ФФА есть. А с Сириями как-то никогда что-то не нравится. У Индии, конечно, большие проблемы всегда со стартом. Она откровенно просто, наверное, одна из худших наций в плане начального места. И самое главное, что за нее еще и в волю особо не поиграешь, потому что воля предполагает большое количество городов. А у Индии это сразу такой штраф, к счастью, что развиваться дальше становится невозможно. В этом и интересность, в этом и сложность. А если дать все-таки Индии разойтись, так сказать, раззудись плечо, развернись рука, то можно очень неплохо сыграть. Так, ну вот и начали. И, собственно, все не так уж и плохо. Единственное, надо понять. Ну, знаете, я даже, может быть, и никуда... Так, почему я не двигается? А, блин. Я уже привык двигать в другой игре колесиком. То есть, вопрос только в том, тут поставить город или тут поставить город? Даже при... Ну, как? И, конечно, место не самое лучшее прям. О! Блин, может тогда на этот холм, чтобы попробовать... Меня слышно? Да. Окей, я вернулся, сейчас начнем. Чтобы... Блин, ну, знаете, Петра-то Петра, но я тогда уйду вот... Может, не стоит прям... Ну, тут, то есть, вот это Петра прям, ну, не так, чтобы эгегей. То есть, три холма без реки рядом. Ну, неплохо будет, конечно, с одним яблоком. Но вот эти три еды, рядом еще крабы и три еды возможности дальше... Мне больше усоветят. Единственное, конечно, знаете, что мне не нравится? Что вот я не могу вот отсюда так поставить город, чтобы можно было переплывать. Ну, и много вообще людей на воде. Но этот город очень сложно на воде брать. Будет откровенно. Так что я бы все-таки тут оставлял. Никуда не шел. В общем, у нас уже три человека на воде как минимум. Как минимум. К сожалению, за Индию особо большого выбора нету. Придется играть через традицию. Даже если рядом будет какой-то соперник. Но у Индии есть такая суровая вещь, как слоны. Как Камомистан? Поехали. Да не так, ничего. Ну, такой обычный индийский старт. Равнимый как-то. С лугами и прочим. Вообще, в принципе, вот как бы подход к столице у меня довольно защищенный пока на данный момент. Так. Обрабатываю коровок. Что по поводу пантеона? Ну, пантеон тут видится на рыбацкие лодки, например. Как минимум три рыбацкие лодки есть. Ну, и все, собственно. Так, четыре нации на воде и два, две не на воде. Где руины хоть какие? О! Блин. Надо было в эту сторону город ставить. Синай. Хорошая штука. А, тут гэгэшка. Ну, можно засинаем, видимо. Ого, кто-то уже от рыбацких лодок взял. Ничего себе. Привет, Неверланды. Так, вот тут по ходу конец карты. Что тоже не очень хорошо. Как-то вот у меня, получается, меня заставляют вот сюда как-то развиваться. Ну, тут вот, похоже, неплохое место будет под горой для второго города, например. Так, ур я нашел первым. Да, здесь конец. Очень бы хотелось, чтобы тут не было проплыва на самом деле. Я бы тогда только вот в эту сторону ставил города. Но эти не очень хорошие, не очень все так хорошо. Но я начну с двух городов. Будет у меня старт в два города. О, культура. Блин, есть проплыв все-таки. Так, что мне следующее имеет смысл открыть? Пожалуй, амбар. Вот японец. Ну, японец откровенно далеко. То есть, я не думаю, что... Я даже не буду сейчас с ним встречаться на самом деле. Хотя, посмотреть столицу почему нет? Давайте глянем. О, тоже на море. Ну, я вот, знаете, там, до середины игры я не думаю, что нам имеет смысл с японцем соперничать. Честно говоря. Комогли, акиос? Нет. Нет. Блин, меб рыбацкие лодки тут, конечно, тоже... Кстати, не японец ли их взял? Да, все японец. Что-то у него рыбацких лодок немерено. Ну, тоже место неплохое. Лиса на холмах. То есть, он сможет их вырубать. О, еще одна ГГшка. Да, у меня как минимум четыре лодки. Четыре лодки. Вот, Дарвел. Значит, Греб где-то там. Вообще, я, конечно, бы на месте японца рядом с Синаем город поставил. Тут хорошее место, тут и медь есть. Но, я думаю, он захочет поставить рядом... Ну, на море. А, вот он как взял пантеон с Виттенберга. Ясненько. Так, после этого скаута сразу начнем. Ракес, я тебе советую по диагонали вниз идти. Там другие нации. Ага, спасибо. То есть, вправо не ходи, а вот именно по диагонали вниз вправо. Надо у Виттенберга, видимо, рабочего спереть. Хотелось бы. Я, правда, не думаю, что он сейчас будет. Чтобы японцу не достолось, конечно же. Продолжение следует... так теперь мне нужен календарь потом сейлинг слушайте тут неплохо я думал просто вот так идет знаете тут так открыто все будет нет я ошибался вот тут я думаю сейчас надо выяснить тут полуостров или нет и вот тут бы я город поставил тут тоже хрен возьмешь очень интересно надо вот этот полуостров разведать если тут действительно будет проплыв так как бы немного вот я вижу тут по моему например океан уже то есть я смогу пускать караваны из деле вот в этот город то будет вот тут очень неплохое место знаете что я сказал там сразу сюда пойду может сюда сбегать может там руины еще какие-то не взятые мною какие-то островочки но тут типа предполагается вот карта так сгенерировала что я где-то на первую тут поставлю город блин но тут как-то так ну тут может быть 4 может быть я еще подумаю так там явно уже все японец собрал значит боюсь тут второй город не получится поставить ну тут в общем фигня ур надо вот тут смотрите полуостров ничего виттенберг у тебя есть рабочий еще ура так о сильные просто как мне тут пройти будет первую по призму ну что я поселенца строю так к так то мне конечно меньше должно быть производства не ну тут надо за индию конечно начали в два города играть да тут слишком большую круто тут какая-то нация явно еще будет жаль я думал пароход тут есть наверное вот тут надо будет поставить город вот этого города петра возможно кстати вполне возможно надо даже начать с морского каравана издели в этот город после тут много холмов ну тут варвары скаута напрягают так что у нас тут с развитием ой 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 ну хотя я в руинах нашел культуру может они еще просто не плохо не дают мне варвары дальше посмотреть что там где рабочий ура отлично сидней спрятал рабочего поэтому я могу пройти ага вот тут наверное даже было неплохо скорее всего тебя тут не видно что есть выход к морю ну то есть как вы понимаете чем дальше от столицы я поставлю город тем оба эти города будут лучше развиваться столица вообще очень неплохое место я думаю что какой-то из соперников вот в этой стороне явно есть чертура не появился рабочий жаль так ну видимо вот тут где стоит мой лучник я поставлю второй город минус в том что тут нету вообще никаких ресурсов особенно нету на счастье а это для индии плоховато тут сейчас минусы как поставлю второй город мне сразу минус 5 по моему станет ну смотрите как вот сам тут значит там грек и ирокеса тут тут у нас сиан и видимо кто голландия по моему да так возвращаемся поведем скаута еще надо глянуть может еще тут может тут это какого счастья дотянусь в общем либо на этой клетке либо на этой надо ставить второй город вот тут уже я не поставлю город потому что вы понимаете сюда караваны никакие не добегут ну если тут поставлю то я хотя бы до крабов дотянуть еще одних как-то так ну мне рекомендуют типа тут поставить ну тут кстати красители еще блин мне хочется слушай здесь я думаю давайте я может тут поставлю ну подумаешь гора петру мне вряд ли дадут она сейчас по поведу где ставить решим его не только туда не пройдешь там у меня столица все перекрывая на сверху море были на 5 я забываю так а если мы вот так сделаем сколько был 5 ходов и 5 ходов амбар нормально пускай растет да и лошади тут будут нету границ какого-нибудь государства но все выглядит так что раз город два город и 3 видимого тут у пыторжный к сожалению не так чтобы прям качественно место но чё-то не ходит да да что-то подтормаживает висим по моему тот отвалился кого-то нет в дискорде ну почему вроде все прошло ну не ходят не пошли юниты пошли туда да что происходит это видео создано при поддержке справочника и карты 2gis в мобильном 2gis есть возможность быстро авторизоваться через социальные сети избранные адреса будут храниться в личном кабинете и синхронизироваться на разных устройствах и в онлайн версии 2gis если быть точным да кстати кого-то в дискорде нету ты с кем разговариваешь я что-то его не слышу я говорю кого-то в дискорде нету а разговариваю я с егором он очень тихо говорит ты его сделай громче у себя ванидзе нету в дискорде ну и все похуй нет идет какой-то прогруз еще так лучше так лучше всем тир не встретил прикольно так караваны я открыл что мне дальше надо открывать давайте может в оптику пойдем не давайте библиотеки откроем потом оптику так можно утира рабочего спереть в принципе если он у него есть рус может напишешь ванидзе дискорд вернулся пока я тут не слышно блин просто не было а я думал вас все молчат но я тоже молчат нет не ну как я вышел посмотрел что пять человек в дискорде сейчас все вроде ходу нет подождите сиам тира не находил что вряд ли у него мог спереть что-либо не ну тут в принципе неплохое место то так то по-хорошему будет ресурс еще один так знаете после амбара лучше мне рабочую лодку а вот рабочий у ура или вообще рабочую построить ну а тут сиам один так может мне сиам слонами вынести вся мне это будет мне это будет выгоднее чем например вообще японец мне вообще как бы пофигу откровенно говоря кстати сиаму тут на море то выселиться некуда но тут проблемка с местом то есть у меня тут по сравнению с ним просто блин просторы так тель на производство почему он рабочим сюда пошел что тут хочет собирается рабочим вообще обрабатывать на этой клетке блин неужели тут еще пангея продолжается куда-то я все-таки тут хочу поставить я знаю что вы можете сказать если я тут поставлю туда динуть дотянусь еще до этой рыбы но здесь у меня больше производства будет то есть больше холмов я возьму здесь больше как ее реки еще будет больше там пер на будущее если гэс будет а сука это они на море привет индус здарова ты далеко отсюда ну прилично ну сейчас спрячет рабочего потому что сюда сейчас встанет варвар мне так кажется сейчас будет серьезный минус кстати поставлю город а вот я монархию приму хоть хоть как-то от минуса избавиться остальное минус пять будет нет все равно много о сям усидне спер а я собру ура так что мне дальше надо давайте видимо майнинг что прошу вы с с с с с с бы его вы вынести потом как разовьется так и все блин не убил так найти очень может тут город поставить лучше куплю заранее блин я хочу наверное все таки спереть рабочего утира пускай я испорчу отношения с городами государствами она но мне надо быстро обрабатывать ресурсы если что сиан строит великую библиотеку если там кто-то тоже спешит к ней имейте в виду благодарим за информацию но он справа и вверх и довольно далеко я думаю он хочет в петру выйти тут конечно надо надо слонами выносить всем и 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 Я думаю, что... Ага, вот рабочий Сейчас, наверное, он его на корову поставит Тогда я смогу спереть И не дать это сделать Сиаму Ой, так еще лучше Караваны Мне вот это место надо засвечивать, чтобы тут варвары не появились И мои караваны не того Ой построить слонов 5 собрать дань скура сиднея и тира а местные там никакого чуда нету случайно расскажите хоть какие чудеса на планете есть цена и мужчина ей сам увидел а улуру у кого у меня вы ракет крокота у есть море я прям в доступность или как обычно в двух клетках а Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, блин, ну вот почему он сюда встал? Продолжение следует... Сидней хочет за этот лагерь. Вот этот Сидней. Вот этот лагерь. Вообще, мне, конечно, надо выполнять вот тира, ну, то есть тех городов-государств, которые мне будут счастье давать. Я думаю, Сиан строит библиотеку, чтобы висячие сады и Петру, соответственно. Мне, в общем, желательно побыстрее выйти в слоны. И очень было бы неплохо прийти к нему именно в тот момент, когда он построит Петру. Продолжение следует... Ну, вот, кстати, в данном случае, пока Сиамец тут сидит, меня это устраивает, потому что тут не появляются варвары тогда. Так, у меня минус по золоту пошел. Тут, конечно, немножко сложноватый проход, но на самом деле не так, чтобы уж все плохо. Главное вот тут провести. Тут немножко далековато, конечно, Мумбай от Дели. У меня есть часть Библиотек der Удос сильнее. Так, вот. Теперь просто, соответственно, första перешивают. Для меня есть лошадка. Добрый день. Это берите Библиотек uit людей, которые будут защищены сейчас. Мы идет, как будто �alас. Это берите Тりатку. К, ну, дороги. Так, я только fixed 용 Syrian. у кого-то но это уже кто-то караван пустил и виктория зато я первый по литературе по вот и библиотека 38 ход давайте смотреть что он возьмет кстати в математику кто-то вышел а так он уже в математике был как он так быстро в общем теперь теперь сиам будет петру строить репортаж с места событий да ну тебя тут неплохая петра ну всего 4 я бы сказал даже шикарные ну-ка ну каких 4 у тебя прям петра холмы прям один еще и с железом рядом с рекой прям еще оазис у тебя тут все очень неплохо в чем проблема я бы может и не хотел бы сам вообще воевать при слушая там сам за горами кто-то есть сверху только бибежка а голландец где тогда гладить рядом то есть мы сиамом типов вдвоем справа мы все слева получается так блин все таки варвары ну блин прям ты хоть 3 м устроить сначала а 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 элен2 можно еще по назplat шутя то тут на самом деле лагерь а а так храм артемида вообще неизвестно кто он грек пошел в волю а я пунется в традицию чем от японца удара можно не ждать слава богу так вот я бы может и не Не воевал бы с Сиамом, если бы он был на море. А так как он на суше, я бы еще он построил Петру, поставил город вот сюда, например, и начнет меня тут пытаться захватить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, решил развиться немножко. Не, неплохое место, неплохое. Ничего не могу сказать. Думаю, что только так можно решить, да? Что-что? Я говорю, только так можно решить. Что именно? Ну, не знаю, ты же ты на меня наполнил, я на тебя. Ну да. А, это я думал, со мной. Хоть уточняйте, грустно говоря. Не, 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 я с ирокезом. Что, ирокез дерзкий, да? Ну так, лучников наклепал, а так вот... А, Артемиду тоже он построил? Нет, Артемиду я построил. Ну так, чё ты, давай. Правда, если он клепал лучников в то время, пока ты строил Артемиду... Думаю, она тебе не очень поможет. Именно тогда и я клепал. Так, ну вот тут может быть, конечно. Если он тут будет, то я просто сейчас вот тут трюрему поставлю и норм. Всё, в следующем ходе могу передам по 1. Роттердам? Да, с тобой будет у тебя. Ну, я даже не знаю, где вы, поэтому... От меня они тоже далеко. И, по-моему, кстати, мне это немножко выгодно, потому что голландец явно на море был, а аэрокез, скорее всего, нет. И, по-моему, это... Это ты, по-моему, это тоже. Обманщик Passion. Просто недчимая. нет нету кей плаваем пока посмотрим что у нас тут ну вот до меди смогу в четвертом радиусе дотянуться так я вот думаю все таки в мумбаи мне запускать или из мумбаи в деле сначала из мумбаи в деле чтоб тут в деле больше сям ну ты же не будешь у меня рабочего красть правда нет я налево дальше я так понял что у нас пока интересно пересекаются ты на море развиваешься я на земле ну да да мне только интересно будешь ли ты в мою сторону город куда-то ставить ну третий точно нет но не будешь если не будешь мою город сторону города ставить то будем дальше жить в мире мне в принципе есть куда то есть я вот мумбаи я дальше мумбаи ничего ставить не буду гляньте у кого там с кем пинг поднимал все дарвилл вылетел я вылетел да ну я вылетел не знаю ты можешь зайти в помощь от ну сейчас да у меня наверно долго будет загружать конфигурация а у кого с ним плохой пинг у меня сейчас совсем хорошим не так у меня тоже с дарвиллом утера хороший был пинг у меня с японцем выше пинг чем с греком и один вылетел да только подожди когда начнешь заходить предупреди чтобы мы сбросили таймер понятно просто блин у меня долго наверно будет заходить у меня это конфигурация такая период игровых данных язык либо 50 даже за игры сейчас вот выхожу у меня он конфигурирует у вас будет столько юнит чтобы откатить но у меня есть один я сохранил даже 22 у меня есть у меня тоже один есть ну что тогда сейчас я скажу короче блин мне вот тут хочется город поставить но видимо я блин тут такое место упытор жены ну а больше негде так я хожу так вы проверяйте ходите вы или нет я хожу ходишь я нет кто хост да вы говорите кто не ходит конкретно называете себя все все остальные ходят доехали я не хочу я не могу я не могу значит ты выходи и заходи обратно так когда будешь готов заходить скажешь нам чтобы мы ход сбросили а а и 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 Спасибо. Спасибо. Сейчас надо попробовать с этим лагерем разобраться. Тут конечно могут варвары появиться, но если отсюда поплывут лодки, я тут могу быстро перекрыть, если они появятся посередине моих караванов. Следующим ходом лошадки добавятся. Интересно, тут эти мучники. Не жаль тут караван какой-то. Не очень в тему конечно будет. Так. Уже начал Петру строить. Просто до сейва он все как-то тормозил с Петры, не начинал. Видимо, либо войска поднастроил. Японец вообще последний по войскам, последний по населению. По идее уже я первый тоже пустил караван. Зато по производству грек, но у грека воля. Ну, Сиам, естественно, по науке у нее все-таки библиотека. Блин, мне очень хочется почему-то Сиам захватить. Сукатай. Сукатай хочется очень захватить. Вот спать не могу. Надо бы заняться этим конечно лагерем. Только Сидней хочет. Тир хочет Стоунхендж. Но я Стоунхендж строить не буду. Мне надо строить слонов. Я собственно сейчас построю маяки в Дели и в Мумбаи и начну чисто слонов клепать. Стоунхендж. Так. Ну, со счастьем у меня норм. У меня сейчас города могут спокойно расти. У меня этого достаточно. Вполне. Конечно, хочется тут разведать. Но я не думаю, что здесь какие-то что-то еще у меня удивить, что прям захочется город поставить. Возьму дань Сура. Вот возьму. Построю слонов. Да. Заберу этот лагерь. Возьму дань Сура. Дань Свитенберга, кстати, еще можно. Буду я им защиту обещать. Что там, кстати, с армией? Ну, я третий. Ну, грек. Первый. Ну, слонами хорошо вроде дань берется. Как-то я так помню, что неплохо. Жалко, что, конечно, пантеон на лодке мне не достался. О. Ну, судя по тому, что больше всего армия у грека, а меньше всего было совсем недавно у японца. это было ожидаемо. Ну, если ты мне дашь там же город поставить, то заключим, а если нет, то смысл тогда такой. Ты окей, слышишь меня? Нальше. Угу. Хорошо. Нескогласен. Угу. Хорошо. Ну, что же. А мы тут просто 10 ходов стали дружим, а потом опять воюем или что? Нет. А? Мне надо восстанавливаться. Тут вообще краски тут. Я просто не понимаю, зачем мы вообще воюем, когда я на море, ты на суше, как бы, ну, вот, я не претендую на твои места, тебе мои сильно нужны. Ну, я вам могу предложить, когда уже до конца, как бы, сотрудничество взаимное. 48-й ход? До конца это, в смысле, да, до этих намагавков? Нет, в смысле, до конца, до конца. Ну, я согласен. Ну, это, может, жирные места, может, пойти японцу помогать? Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. На этом пока все, продолжение через день или два. Спасибо, что досмотрели до конца, я, Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.